Обсудить публично все мероприятия, запланированные на 8 и 9 мая, а День Победы в Сочи будут отмечать два дня, предложил глава города на планированном совещании. Анатолий Пахомов отметил, что все нововведения нужно выносить на рассмотрение сочинцев. Дорогие наши жители, время пришло, когда мы будем... Любое значимое решение, а к значимым решениям даже разрешение на строительство многоэтажного дома, в определенной части мы определили, надо обсуждать. Поэтому включайтесь, сделайте план обсуждения, обсудите с людьми. Обсуждают сразу несколько вопросов, концепцию празднования и оформления города. Членам общественной палаты рассказали о всей работе, проводимой властями. Это помимо многочисленных акций, подготовка паспортов, социальных потребностей ветеранских семей. Запланировано в юбилейный год провести и диспансеризацию всех 6,5 тысяч сочинцев, имеющих отношение к Великой Отечественной. Для них же в Сочи заработает программа «Олимпийское здоровье ветеранам», а для маломобильных граждан программа «Санаторий на дому». Мы предполагаем, что вот такое сообщество вполне способно решить те задачи, которые сегодня в нашей стране ставятся. Мы едины, мы победители, потому что это не только город-победитель, это победители те люди, которые в нашем городе живут. И я уверена, у нас все получится. Обсудили сегодня и установку памятника сочинцу-фронтовику. В 41-м из 70-тысячного населения Сочи на войну ушли 18,5 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи не вернулись. За идею ветераны поблагодарили. А вот переименовать Комсомольский сквер в сквер славы отказались, поскольку он тоже часть истории. Увековечить решено сочинца Ивана Русина, который прошел всю войну и, вернувшись домой, еще 30 лет проработал водителем. Первая эстафета «Память Победы» стартует уже 2 мая. В этом году планируют власти города. На юбилейном праздновании участие примет каждый сочинец. Нам сегодня нужен диалог с нашим населением, с тем, чтобы люди действительно понимали, как идет подготовка к 70-летию. Я уже не говорю о таких концептуальных вещах, как, например, мы, один из немногих муниципалитетов, сегодня осуществляем выплаты, единовременные выплаты. Это 11 миллионов рублей для всех 6,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это выплата, которая специально принята по инициативе главы города, поддержана решением городского собрания, выплата к 70-летию Великой Победы. Презентовали участникам дискуссии дизайнерское оформление города, продемонстрировали эмблему и макеты плакатов, которыми планируется заменить рекламные баннеры. Настолько все серьезно предосмотрено и символика, и плакаты наших участников Великой Отечественной войны, их фотографии. Программу нужно эту поддержать и внести ее в жизнь и в короткие сроки, потому что времени у нас остается очень мало. Проект обещает быть победным, отметили собравшиеся, в принципе, как и все реализованные в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ»